Вводные слова Прежде чем мы с вами это сделаем, давайте все-таки повторим с вами все то, ну не все, а кое-что из того, что мы с вами уже знаем о вводных словах. Ну вот, например, укажите, выполните данное задание, укажите ряд, где все слова никогда не являются вводными. Помните, мы говорили о таких словах, что не все слова в русском языке могут быть вводными. Первый ряд. Должно быть, наверное, так. Второй ряд. Даже, как бы, как раз. Третий ряд. К счастью, разумеется, конечно. Четвертый ряд. По-видимому, наоборот, например. Например, подумайте, будьте внимательны, вспомните еще раз, какие слова никогда не являются вводными. Правильный ответ. Два. Если вы ответили правильно, вы прекрасно разобрались в данной теме. Но если вы ошиблись, то вам надо, наверное, вернуться к нашему предыдущему уроку и посмотреть еще разок на те слова, которые в русском языке никогда не являются вводными. А мы продолжим с вами говорить о теме сегодняшнего урока. И еще раз акцентируем наше внимание на следующем. Вводные слова, словосочетания и предложения всегда обособляются, то есть выделяются запятыми. Еще раз проговорим, что вводные слова, словосочетания и предложения могут встречаться у нас в разных местах предложения. В начале, к сожалению, никто из посторонних не заглядывал в это место. В середине предложения мать, наверное, пришла усталой. И в конце предложения наше представление вам понравится, бесспорно. И помним о том, что в любом случае выделяется у нас вводное слово, словосочетание предложения с запятыми. Но может случиться так, что вводное слово не просто стоит в предложении, а в какой-то сложной конструкции. Что же делать в этом случае? Вот поговорим сейчас об этом. Если вводные слова стоят рядом, они отделяются друг от друга запятыми. Одно вводное слово и другое вводное слово. Они существуют, они не связаны между собой, как не связаны и со всем остальным предложением. Итак, запятая, к нашему удивлению, запятая, горы оказались двух километров от нас. Продолжаем говорить о знаках припинания при вводных словах. От предшествующего сочинительного союза вводное слово всегда отделяется запятой. При этом вводное слово можно поставить в другое место предложения. Ну, например, но, сочинительный союз, может быть, вводное слово, читателю уже наскучило сидеть со мной. Вот смотрите, мы ставим запятую и пробуем поставить в другое место вводное словосочетание «может быть». Но читателю «быть может» уже наскучило сидеть дома. У нас это получилось, и значит, в первом предложении мы должны были выделить запятыми вводное словосочетание «быть может». Но гораздо сложнее говорить о таких сочетаниях слов «а» значит «а впрочем», которые включают в себя и вводное слово, и союз. Посмотрите, в этом случае, когда мы встречаемся с подобным сочетанием слов, мы не будем ставить запятую между «а» и словом «значит», между «а» и словом «впрочем». Например, «а значит», запятая, «он ни в чем не виноват». Запомните, обратите внимание, это действительно довольно-таки сложный случай в русском языке. А мы продолжаем с вами говорить о том, как используется в русском языке слово «однако». Я думаю, вы, наверное, уже сталкивались с тем случаем, когда вам хотелось поставить запятую, а учитель вам говорил, не надо ставить эту запятую. Все дело в том, что действительно в русском языке функция синтаксическая очень интересна у слова «однако». В одном случае мы ставим возле него запятую, в другом случае мы эту запятую не ставим. Поговорим сейчас о том, а когда же мы ставим запятую, а когда запятую не ставим. В начале предложения, если вы встречаетесь со словом «однако», вы запятую не поставите, потому что в начале предложения он является противительным союзом, то есть по своему значению он равен союзу «но», и запятой не выделяется. Однако мой вопрос остался без ответа. Но если мы встречаем слово «однако» в середине или в конце предложения, начинает это слово играть роль вводного, и поэтому выделяется запятыми. Например, мой вопрос «однако» остался без ответа. В данном случае «однако» вводное и выделяется запятыми. Давайте попробуем отработать теперь на практике те знания, которые получили на сегодняшнем уроке. Выполните следующее задание. А правильный ответ – это цифра 4. Я надеюсь, вы справились, а это значит, что вы поняли тему сегодняшнего урока. И в завершении сегодняшнего занятия я хочу вам задать домашнее задание. Я искренне надеюсь на то, что вы выполняете эти домашние задания, потому что выполнение их помогает нам закрепить все эти знания и умения, которые мы приобрели на уроке. По учебнику Рыбченковой вы выполняете упражнение 302, которое расположено на странице 192. Спасибо за сегодняшний урок, ребята. Пишите грамотно, пишите правильно, и я думаю, у вас все будет прекрасно. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – 4 замечательные точки-треугольники. Геометрия 8 класс. Итак, рассмотрим с вами свойства бисектрисы. Возьмем угол КАП, построим бисектрису этого угла, и оказывается, что каждая точка, лежащая на бисектрисе угла, будет равноудалена от сторон угла. Докажем это. Поскольку о том, что мы сказали, она равноудалена, мы должны построить перпендикуляры к каждой стороне, потому что перпендикуляр – это кратчайшее расстояние. Рассмотрим треугольник АБМ и треугольник АЦМ. У этих треугольников сторона АМ общая. Углы БАМ и ЦАМ равны, поскольку это бисектрисы. Значит, эти два треугольника равны по гипотенузе и острому углу. А значит, и соответствующие стороны у этих треугольников тоже будут равны. Значит, отрезок БМ равен отрезку ЦМ. Значит, наша точка находится на равном расстоянии от сторон угла. И оказывается, если вы будете решать задачу, и вдруг у вас получится, что некоторая точка находится равноудалена от сторон угла, значит, вы смело можете говорить, что она лежит на бисектрисе. Давайте с вами докажем обратную теорему. Значит, если наша точка находится на равном расстоянии от сторон угла, мы сейчас докажем, что это была бисектриса. Треугольники БАМ и САМ равны по гипотенузе и катету А у равных треугольников соответствующие элементы равны А значит угол БАМ будет равен углу САМ Следовательно, геометрическим местом точек плоскости, лежащей внутри неразвернутого угла И равноудаленных от сторон угла является бисектриса угла Но ведь у треугольника мы можем построить три бисектрисы Будут ли они пересекаться в одной точке? Давайте с вами попробуем это доказать Рассмотрим треугольник АВС Построим бисектрису ВО и бисектрису АО Они у нас пересеклись в одной точке А раз они пересеклись в некоторой точке О, лежащей на бисектрисе Следовательно, расстояние ОН равно расстоянию ОП для бисектрисы ВО А расстояние ОП и расстояние ОМ одинаковы для бисектрисы АО Что же мы получили? Что все три этих отрезка одинаковы А следовательно, если мы возьмем с вами некоторый отрезок СО Почему он будет являться бисектрисой? Потому что точка О равноудалена от сторон угла Если точка равноудалена от сторон угла, значит она лежит на бисектрисе Следовательно, все три бисектрисы пересеклись в одной точке Также точку пересечения бисектрис называют инцентром треугольника А также точка пересечения бисектрис Это оказывается и центр окружности, вписанный в данный треугольник Из этого мы делаем с вами вывод Что три бисектрисы треугольника пересекаются в одной точке И эта точка является первой замечательной точкой треугольника. Вот у нас показано на примере, как мы строили с вами бисектрисы и что это будет центр вписанной окружности. Рассмотрим с вами задачу из учебника. Задача номер 684. Дан треугольник АБЦ. По условию он равнобедренный. Известно, что бисектриса АА1 и бисектриса ББ1 пересекаются в некоторой точке М. Нам нужно показать, что ЦМ перпендикулярна стороне треугольника АБМ. Мы только что с вами доказали, что три бисектрисы пересекаются в одной точке. А значит, две бисектрисы, ребята, задают третью. Следовательно, раз ЦМ проходит через точку пересечения бисектрис, это обозначает, что это тоже бисектриса треугольника. Поскольку он равнобедренный, бисектриса является и медианой, и высотой, значит, ЦМ перпендикулярна стороне АБМ. Теперь мы с вами рассмотрим свойства серединного перпендикуляра. У нас есть некоторый отрезок АБ, и оказывается, что каждая точка серединного перпендикуляра будет равно удалена от сторон отрезка. Как же мы это можем доказать? Вот если бы точка М у нас совпадала с точкой О, это было бы нам понятно, потому что это середина отрезка. А вот если точка М не будет совпадать с точкой О и лежит, к примеру, где-нибудь выше, следовательно, для треугольника МОА и треугольника МОБ отрезок ОМ является катетом прямоугольного треугольника, АОА равняется ОБ. Это обозначает, что эти два треугольника равны по двум катетам, а у равных треугольников равны соответствующие элементы, значит, отрезок МА равен отрезку МБ. И снова у нас получается интересная ситуация. Если решая какую-то задачу, мы выясняем, что некоторая точка равноудалена от концов отрезка, мы можем сделать с вами смело вывод, что она лежит у нас на серединном перпендикуляре. Вот если она равноудалена, к примеру, пускай это будет другая точка Н, значит, отрезок НА равен отрезку МБ, а следовательно, мы с вами получили равнобедренный треугольник. А что мы можем сказать про равнобедренный треугольник? О том, что у него медиана равняется в бисектрисе и равняется высоте, а значит, отрезок НО у нас лежит на этой же прямой, которая была до этого серединным перпендикуляром. Следовательно, геометрическим местом точек плоскости, равноудаленных от концов отрезка, является серединный перпендикуляр к этому отрезку. Тогда, если мы рассмотрим треугольник, оказывается, что все серединные перпендикуляры к трем его сторонам тоже будут пересекаться в одной точке. Докажем с вами это. Рассмотрим треугольник БОЦ, поскольку мы построили с вами первый перпендикуляр П, и этот треугольник у нас равнобедренный. Построим следующий серединный перпендикуляр М в другой стороне. Они будут пересекаться в одной точке, потому что стороны АБ и БЦ у нас не параллельны. Следовательно, треугольник АОБ у нас тоже будет равнобедренным. Отрезок ОЦ будет равен отрезку ОБ и будет равен отрезку ОА из того, что мы с вами доказали про серединный перпендикуляр ранее. Но теперь что же получается? Раз отрезок ОА равен отрезку ОЦ, тогда треугольник АОЦ будет равнобедренный. И, следовательно, если мы с вами проведем некоторую прямую N перпендикулярно, то это будет тоже серединный перпендикуляр. А значит, все три середины перпендикуляра к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. И сделали вывод. Точка пересечения серединных перпендикуляров, это центр будет описанной окружности, потому что вот эти расстояния все у нас будут равны. Итак, мы с вами сделали вывод, что точка пересечения серединных перпендикулярок сторонам треугольника, это вторая замечательная точка. И мы видим, что для остроугольного центра лежит внутри окружности, а для тупоугольного он лежит вне окружности. Вам нужно самостоятельно тогда посмотреть, а где же будет лежать центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника. Задача номер 680. Нам дан треугольник ABC. Известно, что АМ равняется МВ и задан перпендикуляр ДМ. Отрезок АК равен отрезку КС и задан перпендикуляр ДК. Точка D принадлежит стороне BC. Нам нужно доказать, что D середина отрезка BC и что угол А равен сумме углов В и С. Рассмотрим треугольник АДС. Этот треугольник будет равнобедренный, потому что ДК это середина перпендикуляр и уже по доказанному выше ДА равняется ДС. И углы при основании этого треугольника равны, значит угол 2 равен углу С. Дальше рассмотрим треугольник ВДА. Этот треугольник тоже равнобедренный и углы при основании будут равны угол В будет равен углу 1, и ВД равняется ДА и равняется ДС. Этим самым мы показали, что в угол А входит сумма угла В и С, а также что точка D является серединой стороны ВС. Еще можно сделать такой интересный вывод, что точка D является серединой гипотенузы прямоугольного треугольника, потому что треугольник ВАС у вас получится прямоугольный. Попробуйте доказать это самостоятельно. И мы с вами переходим к домашнему заданию. Домашнее задание повторить правила построения бисектрисы угла и серединного перпендикуляра, также попробовать построить из треугольника прямоугольника тупоугольника и найти центр вписанных и описанных окружностей, прочитать страницы заданные, сделать конспект и выполнить задачи по теме. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Тема нашего урока – сельское хозяйство России, растеневодство и животноводство. Цель нашего урока – познакомиться с отраслевой и территориальной структурой сельского хозяйства России, разобрать понятия сельскохозяйственные угодья, познакомиться с зональной специализацией сельского хозяйства России. Сельское хозяйство – это древнейшая отрасль материального производства, которая дает населению продукты питания и сырье для развития промышленности. В состав сельского хозяйства входят две отрасли – растеневодство и животноводство. Сельское хозяйство отличается от других отраслей своими особенностями. Это сезонность, зависимость от природных условий. В этой отрасли земля является не только средством труда, но и предметом труда. Особенностью сельского хозяйства является и то, что предприятия этой отрасли занимают достаточно большие площади. Следует отметить, что природной основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья. Это те земли, которые непосредственно заняты в сельскохозяйственном производстве. От всей площади территории нашей Родины только 11% – это сельскохозяйственные угодья. Это приблизительно 222 миллиона гектаров. Причем на пашню приходится 60%, на сенокосы – 10%, а на пастбище – около 30%. Большая часть распаханных территорий приходится на сельскохозяйственные угодья, которые располагаются в лесостепной и степной зоне. Именно там распаханность территории составляет около 60%. Есть большое количество земель на территории России, которые нуждаются в мелиорации. Это земли, чрезмерно увлажненные, те земли, которые подвергнуты водной эрозии, или земли, которые заболочены. Одной из главных отраслей сельского хозяйства является растеневодство, которое ставит перед собой задачу выращивания культурных растений. Отраслевая структура растеневодства – зерновые культуры, а также технические культуры. Следует отметить, что на развитие этой отрасли большое влияние оказывают агроклиматические условия, в первую очередь климат и почва, а также большое значение играет наличие трудовых ресурсов. В растеневодстве России большое значение играют зерновые культуры. Ежегодно в нашей стране выращивается около 60-80 миллионов тонн разнообразных зерновых культур. По производству ржи, ячменя и овса наша родина занимает первое место в мире. А по производству зернобобовых – гороха, фасоли, соль и чечевицы – наша родина занимает четвертое место в мире после США, Китая, а также Индии. Но основой зернового хозяйства России, конечно же, является пшеница. В пределах территории лесостепной и степной зоны выращивают яровую, а также озимую пшеницу. Лидерами по сбору пшеницы являются три основных региона. Это территория Нижнего Поволжья, юг Европейской части России и, конечно же, территория Урала. Очень большое значение в растеневодстве имеют технические культуры. К ним относятся подсолнечник, лен-долгунец, сахарная свекла, производство овощей, производство ягод, плодов, бахчевые культуры, виноградарство и садоводство, а также картофелеводство и выращивание тонизирующих культур и цитрусовых. Пассивных площадей на эти культуры приходится всего лишь 6%, но при этом эти культуры при промышленной переработке дают достаточно дорогостоящие товары. При переработке подсолнечника получают подсолнечное масло, при переработке сахарной свеклы получают патоку, а также сахар, при переработке крахмала, при переработке картофеля получают крахмал, ну и, конечно же, знаменитый наш российский лен, который по праву называют нашим северным шелком. Обратите внимание, на этом слайде мы видим с вами территориальную структуру растеневодства. Подсолнечник. Главные ареалы его произрастания – это территория Северного Кавказа, Ростовская область, Краснодарский край. Произрастает эта культура также и на территории Республики Крым. Лен-долгунец. Занимает в основном территорию юго-лесной зоны европейской части России. Сахарная свекла – главный регион производства, центрально-черноземный район и территория Кавказа. Овощеводство получило развитие рядом с крупными городами. Там занимаются этим видом, там занимаются, выращивают их в теплицах. Плоды, ягоды – это в основном Северный Кавказ, Поволжье, центрально-черноземный район. Ну а виноградарство, садоводство – это территория Северного Кавказа и, конечно же, Республики Крым. Северный Кавказ. Рыба, молоко и большое количество сырья для разнообразных отраслей промышленности. Отраслевой состав животноводства. Во-первых, это скотоводство, во-вторых, свиноводство, овцеводство, птицеводство, оленеводство, коневодство, пчеловодство, клеточное пушное звероводство. Влияет на размещение животноводства два основных фактора. Это, конечно же, наличие потребителя и кормовая база. Так, например, скотоводство, разведение крупного рогатого скота развивается по трем основным направлениям – молочное, молочное-мясное, мясное. И зависит это направление исключительно от кормовой базы, а также пород самих животных. Свиноводство – это отрасль, которая повсеместно развита по территории России, там, где есть полевые корма. Это комбикорм к различным видам корнеплодов. Ну а овцеводство ориентировано в основном на пастбищные корма в степной и сухостепных зонах. Обратите внимание на территориальную структуру животноводства. Оно подчинено именно агроклиматическим условиям и тому, как они распределяются по территории России. В районе тундры и лесотундры развито в основном оленеводство, рыболовство, охота. В тайге преобладает молочное скотоводство, охота, рыболовство. В смешанных лесах – молочное-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Обратите внимание на карту зональной специализации сельского хозяйства России. Именно на этой карте отражена отраслевая и территориальная структура сельского хозяйства. Взгляните, пожалуйста, в северной части территории нашей страны, которая показана на карте фиолетовым цветом, полное отсутствие сельскохозяйственных угодий. Фактически, растеневодство в этой части нашей страны не развито. Здесь получилось развитие только животноводства и всего лишь две отрасли – промыслы, а также оленеводство. Сегодня на уроке мы поговорили с вами о развитии сельского хозяйства на территории нашей Родины, рассмотрели новое понятие – сельскохозяйственные угодья, а также познакомились с зональной специализацией сельского хозяйства. Чтобы закрепить нам эти знания, необходимо ответить на вопросы теста, которые встречаются в общем экзамене 2020 года. Эти вопросы связаны с сельским хозяйством. Одной из отраслей животноводства в лесной зоне является А. Молочное скотоводство, Б. Мясное скотоводство, В. Коневодство, Г. Шелководство. Поскольку лесная зона отличается избыточным увлажнением, то, соответственно, правильный ответ будет А. Молочное скотоводство. Какие из перечисленных культур выращивают в Нижнем Поволжье? А. Соя, Табак, Подсолнечник, Б. Бахчевые, Горчица, В. Рожь и пшеница. В процессе нашего занятия мы с вами узнали, что Нижнее Поволжье является лидером по сбору пшеницы и ржи. Я надеюсь, ребята, что вы сможете с легкостью ответить на вопросы этих тестов в результате самостоятельных и проверочных работ. Но чтобы закрепить свои знания, пожалуйста, поработайте с учебником «География 8 класс», автор Алексеев, издательство «Полярная звезда». Разведите параграф 50-51. Ну и, конечно же, для тех, кто хочет получить дополнительную оценку, можно на контурной карте России показать зональную специализацию сельского хозяйства. Наш урок закончен. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!